Минск, проспект независимости, Тойота не справится с управлением. Наезд на бордюр и сразу же в фонарный столб. В салоне водитель женщина 34 лет и двое пассажиров, один из которых ребенок. К счастью, в ДТП пострадала только машина. Ну и столб, конечно же, проводится проверка. Еще один столичный проспект. Мотоциклист не справится с управлением и сделает сальто. В этом ДТП тоже пострадал только транспорт. Следующему участнику дорожного движения повезло меньше. Мужчина перебегал дорогу на красный. В этот момент его и собьет БМВ. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Хонда справа останавливаемся. Хонда. Стоим, стоим, стоим. Могилев. Хонда проигнорирует требования ГАИ и даже попытается сбить инспектора. Патруль начнет преследование, в котором гонщик-беглец не справится с управлением и врежется в припаркованный автомобиль. У 19-летнего водителя в крови обнаружат 2,2 промилле алкоголя. Итог этой гонки – уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника и несколько протоколов. А здесь уже «Ситроен» проигнорирует сигнал об остановке и тоже попытается скрыться. Не остановят гонщик и даже предупредительные в воздух, вынуждая стрелять по колесам. Останавливайся! За рулем уздинского болида оказался 24-летний парень, а в нем почти 2 промилле алкоголя. На водителя также составлено несколько административных протоколов. А это жуткое ДТП произошло в Лиде два месяца назад. Ауди пролетит перекресток на Красный и столкнется с микроавтобусом. От удара Вольцвагена прокинется, и из него вылетит один из пассажиров. 34-летнего мужчину придавит автомобилем. Он скончается в больнице. Расследование уголовного дела завершено. Степень наказания для девушки-водителя Ауди определит суд. Госавтоинспекция предупреждает, не шутите с дорогой. Слишком опасными не только для вашей жизни могут оказаться последствия.